Здравствуйте, ребята! Ученики 2-го класса решили пример на сложение. Чтобы убедиться, что результат сложения правильный, нужно выполнить проверку. Сложение можно проверить вычитанием. Вспомните, если из суммы вычесть одно из слагаемых, должно получиться другое слагаемое. Выполним проверку, вычитая из суммы первое слагаемое. Чтобы выполнить проверку примера, из 100 надо вычесть 26. Сегодня мы познакомимся с письменным приемом вычитания двузначных чисел из 100. Объясним, как найти разность чисел 100 и 26. Выполнять вычисления будем по алгоритму. Десятки записаны под десятками, единицы под единицами. Сначала будем вычитать единицы, а потом десятки. Вычисления будем выполнять с опорой на модель. На модели показано уменьшаемое 100. Вычитаем единицы. Из нуля нельзя вычесть 6. Надо взять один десяток из разряда десятков. Чтобы не забыть, поставим точку над разрядом десятков. В разряде десятков 0 десятков. Возьмем одну сотню из разряда сотен. Чтобы не забыть, поставим точку над разрядом сотен. Одна сотня – это 10 десятков. Возьмем один десяток из разряда десятков и перенесем его в разряд единиц. Теперь в разряде единиц стало 10 единиц. А в разряде десятков осталось 9 десятков. Из десяти вычитаем 6. Получается 4. Пишем 4 под единицами. Вычитаем десятки. Из девяти вычитаем 2. Получается 7. Пишем 7 под десятками. Читаем ответ. Семьдесят четыре. Разносчисел 100 и 26 равна семидесяти четырем. Мы выполнили проверку сложения вычитанием. Семьдесят четыре – это второе слагаемое. Значит, сложение чисел 26 и 74 выполнено верно. Можете нажать на паузу и еще раз объяснить, как находили разность чисел 100 и 26. Для этого откройте учебник на странице 86. Дополните рассуждение. Найдем значение разности чисел 100 и 43. Рассуждайте вместе со мной. Записываем уменьшаемое 100. Записываем вычитаемое 43. Пишем десятки под десятками, единицы под единицами. Вычитаем единицы. Из нуля нельзя вычесть 3. Надо взять один десяток из разряда десятков. В разряде десятков – нуль десятков. Возьмем одну сотню из разряда сотен. Одна сотня – это десять десятков. Возьмем один десяток и перенесем его в разряд единиц. Теперь в разряде единиц стало десять. Из десяти единиц вычитаем 3. Получается 7. Пишем 7 под единицами. В разряде десятков осталось 9 десятков. Вычитаем десятки. Из девяти вычитаем 4. Получаем 5. Пишем 5 под десятками. Читаем ответ. Пятьдесят семь. Разность чисел 100 и 43 равна 57. Нажмите на паузу и выполните вычисление. Проверьте задание. Разность чисел 100 и 45 равна 55. Разность чисел 100 и 38 равна 62. Надеюсь, что вы успешно справились с заданием. Закрепите свои знания. Выполните задание, предложенное в учебнике. Продолжение следует... Продолжение следует...